Это балтийская коса. Название нашей косы Фриши Нерум. Земля поднятая с одноморья. Можно попасть только вот с помощью такого парома. Когда здесь штормовое предупреждение или какой-то сильный ветер. В школу не ходили, потому что паром не ходит. Человек может сюда приехать и просто не уехать отсюда. В 97 году коса была открыта для всеобщего посещения. До этого сюда попасть практически было невозможно. Чувствуете ли вы себя оторванными? Чувствую оторванными. У нас проблемы с переправой всегда. Какие-то частные у нас появились там заграждения, типа ржавый город. Здесь в магазинах в два раза дороже все. Не утворятся? Ну чуть-чуть. Но дороже, есть такой факт. Еще пару таких штормов и от западного форта практически ничего не останется. Балтийская коса и Балтийская связаны внутри, там какой-то еще типа тоннель есть. В крепости Альшебу засыпали потом его. Спускались водолазы и не возвращались. Подняли, а у него разрыв сердца и все, он умер. Много машин без номеров. Периодически чистят, приезжает Тегип ДД. Вообще здесь жить интересно. Если была бы возможность отсюда уехать. А зачем? А куда? Выключишь камеру и кое-что покажу. Всем привет в новом выпуске. Я покажу вам одно из самых загадочных мест Калининградской области и самую западную точку не только Калининградской области, но и России. Это Балтийская коса, в которую нас пригласила замечательная девушка. Ее зовут Марина. Марин, привет. Марина уже сделала нам этот выпуск, потому что если бы не она, то я бы наверное не успел бы купить билет на паром, потому что здесь можно только с помощью вот такой вот штуки попасть. Опа, все. Еще был варик опоздать, но нет, вроде как успели. В общем суть в том, что с этим местом Балтийская коса нет никакой сухопутной связи со стороны конечно же Российской Федерации. Поэтому можно попасть только вот с помощью такого парома. Все, мы благополучно добрались до Балтийской косы. Дело в том, что здесь не так уж и много паромов-то ходит, да? Марин, сколько здесь ходят? Да, каждые 2 часа. Каждые 2 часа? Я ходила только 3 раза в день. Марина, собственно, как и я и просил всех после каждого выпуска, пригласила нас. Говорит, приезжайте про Балткосу, расскажем, покажем, тем более здесь тоже есть поселки. Здесь 2 поселка, хотя я изначально думал, что здесь вообще даже нет такого, знаешь, четкого какого-то населенного пункта. Типа просто Балткоса, это есть Балткоса. Балткоса, это есть Балткоса. Какие поселки? Есть 2 поселка. Рыбачий. Здесь один поселок называется прям Коса и второй какой-то я не помню. Нет, сейчас это все города Балтийск, пару улиц, несколько домов. Нет никого вот тут поселка, здесь есть воинская часть. Сразу видно местный житель. Все, что ты прочитал в интернете, забудь. Вы здесь живете? На Балтийской косе? Нет. В Балтийской живете. Что можно вообще рассказать про это место? Оно в первую очередь конечно же привлекает тем, что оно немножко оторвано. Зима, ужас, погода, переправа, так себе. А я вот слышал, что если какая-то плохая погода, допустим, слишком ветреная или там ураган или штормовое предупреждение, то паром может не идти. Да, до 14 метров он вроде ходит. И реально человек может сюда приехать и просто не уехать отсюда? Да. Могли бы вы здесь жить, на Балтийской косе? Да можно жить, только тут инфраструктуры никакой особенно нет. Оторванная часть территории, так скажем. Ветер начинается и все, ни работа, ни дети, ни школы не ходят, там туда-сюда. Я понял. Это конечно ужасно. Город Балтийская коса это была одна территория, после чего произошел бурный шторм, от колоски которого слышали даже в Кенигсберге на Приголе. Да. Какое-то время начали его поднимать. А короче, прикинь, подняли, а у него разрыв сердца и все, он умер. Это когда было? А это советские времена. В этом маленьком месте есть даже свой музей. Вот мы сейчас попадаем на территорию этого музея и нас здесь встретит человек, как его зовут? Михаил. Немножко внесет интеллигентности и культурной ценности нашему выпуску. Вы основатель этого музея? Я не основалки. Я помощник нашего директора. Название нашей косы Фрише Нерум. Это новая земля. Земля, поднятая со дна моря. Как образуются такие полоски земли? Если вы были на море, на пляже, вы видели море, песочек. Образуются небольшие лагуны и опять песок. Принцип такой же, только в десятки, сотни раз больше. И канал, через который вы переправлялись, изначально его здесь не было. Вот здесь причаливает паром. Мы сейчас находимся здесь, а рыбацкая деревня располагалась на этом мысе. 1936 год. Это уже фашистская Германия. И немецким инженерам ставится задача постройки аэродрома для прикрытия с воздуха военно-морской базы. Принимается решение постройки аэродрома на косе Фришнерн. Если бетонные полосы строились для сухопутной авиации, здесь базировались самолеты типа Мессершмиттов, Фок и Вульфов, то, используя ландшафт косы, было построено две металлических дамбы, которые предохраняли эту гавань от попадания волн из залива. И здесь у них уже базируется гидросамолеты, авиация, которая взлетает и садится на воду. А в 1995 году была подписана директива о переводе эскадрильи Б-12 с аэродрома коса на аэродром Храброво. И в 1997 году уже коса была открыта для всеобщего посещения. До этого сюда попасть практически было невозможно. Только нужен был специальный пропуск, как в Балтийск, так и на косу. Вообще, что можете рассказать про Балтийскую косу? Вот вы здесь давно, наверное, живете, нравится? Ну, 13 лет. Нравится, офигенно. Особенно летом. Чувствуете ли вы здесь себя каким-то оторванным от... Нет. На работу в Балтийске. На пароме? На пароме, естественно, да. А вот нам рассказывали, что, когда штормовое предупреждение, все не ходят. Бывает, да. Не ходят, ну... А когда вы там звоните, говорите, я теперь поеду на работу? Да, подменяю там. Дети в школу ездят тоже в Балтийск. А здесь нету школы своей? Нету. И не было вообще? Начальная была. Закрыли, потому что не набрали детей. Сейчас там сделают дом детского творчества. А сколько людей здесь примерно вообще проживает, чтобы понимать? Около тысячи. Около тысячи. По инфраструктуре, кстати, что здесь вообще есть для проживания? Магазин есть? Четыре. Четыре? Пять. Пять магазинов? Где-то я прочитал или посмотрел в каком-то видео, что здесь в магазинах в два раза дороже. В два раза. Ну, чуть-чуть. Но дороже, есть такой факт. Если, допустим, отсюда вообще не выезжать, здесь можно прожить жизнь? Только работа. Работы здесь вообще нет. Ну, как? Есть, но... Я знаю, что здесь очень такое загадочное место. Говорят, что здесь какие-то подземные туннели могут даже быть, что здесь... Не, ну, где-то не есть. Два порта связываются, оказывается, там вообще... Да, да. Балтийск. С косой вроде как где-то есть. Затоп. Если бы была возможность отсюда уехать, уехали бы или вам здесь нравится? А куда? Подошли мы к одному из самых загадочных мест Балтийской косы. Марина, скажи, что это вообще такое? Это форт западный. Пошли. Отличная экскурсия. Когда советские войска зашли в Пилао, то они окружили вот эту шведскую крепость, которая на той стороне. Да. И думали, что главнокомандующие все у них здесь перебрали, ну, остались. А они как-то то ли по этим туннелям, то ли здесь еще у них была какая-то связь между этими двумя фортами. Они выбрались на косу и пошли в Польшу туда. То есть, возможно, все-таки есть там какая-то подземная связь с Ческаном. Пойдем искать. В 45-м году, когда нашими войсками была занята Восточная Пруссия, западный форт нам достался практически в идеальном состоянии. До 60-х годов там базировались наши военные. Была там погранзастава. Потом они оттуда ушли. Никто не удавался в подробности, для чего было сделано это сооружение. Штормами, ветрами это все разрушило. И то, что сейчас мы наблюдаем западным фортом, природа загорает все обратно. В этом году, в январе месяце, у нас здесь был сильнейший шторм с 1 по 4 января. Сила ветра достигала 36 метров в секунду. При таком ветре сила удара волны на квадратный метр составляет от 20 до 25 тонн. Еще пару таких штормов и от западного форта практически ничего не останется. Вы, случайно, не местные жители? Да нет. Разве похоже на местных жителей? Да. Местные жители немножко по-другому ходят. Другое дело, на других машинах. Хорошее место, хорошо погулять можно. Мне кажется, что здесь как раз таки можно только, наверное, погулять. Только единственное, что здесь можно сделать. Наверное. Вы бы здесь жили бы? Нет. Все, спасибо. Что можешь вообще рассказать про это место? Про Балтийск. Ты здесь живешь? Да, я здесь живу. Место клевое, нравится тебе? Ну да. С друзьями здесь гуляю, рыбачить можно. В школе учишься? Да, учусь. Приходится гонять в Балтийск. Здесь своей школы нет? Нет, здесь нет, только музей остался. Правда, что когда здесь штормовое предупреждение или какой-то сильный ветер, вы не ходите? В школу не ходили. А вот сейчас есть такая тема, что если сильный какой-то ветер, ты в школу туда в Балтийск не ездишь? Нет, потому что паром не ходят. Паром не ходят. Все школьники, которые ездят туда из Балтийской косы, они ждут, когда будет шторм, чтобы не ездить в школу? Ну да, такое есть. Чем здесь вообще можно еще заниматься? Какие-то коронные места есть у вас здесь куда? Бункеры и ангары. Бункеры вот где мы там были, форт западный или еще какие-то есть? Ну тут еще пока все есть. И прям какие-то даже подземные есть? Ну да. Ты веришь, что тебе в эту тему? Балтийская коса и Балтийс связаны внутри, там какой-то еще типа тоннель есть, который... Я верю, я знаю. В крепости раньше будет засыпали потом. Ты сейчас что делаешь? Ну а я хочу даже показать, у тебя есть какая-то игрушка. Ну пытаюсь его запускать, он что-то не ловит. Потом этот вертолетик запустишь на секретную часть военную? Да нет. Ты можешь смотреть, что там как. Ты шпион. Я понял. Но тут нет камеры на нем. При желании ты бы ехал бы отсюда в другое место? Да нет, мне здесь нравится. Какой-то подземный ход это все-таки не миф. Там действительно что-то есть, что связывает Балтийск с косой. Потому что мы уже слышали, и жители тоже некоторые сказали, что есть такая вот легенда, что там какой-то был... Вот, легенда. Вот в том-то и дело, что легенда. То есть это уже проверенный факт на 100% вы можете сказать, что никаких там путей нет. Я не проверял, я такого по нему не ходил. То есть реально никакой сухопутной связи нет ни под землей, ни под водой? Ну 36-39 года построенный аэродром, до этого здесь были рыбацкие деревни, и чтобы его построить по тем, я так считаю, по тем временам, замораживания грунта технологий таких не было. Может быть. Чтобы строить такой подземный ход, это надо было начинать около при въезде в Балтийск от Мечникова, его копать, и на узкую полоску земли попасть точно на косу. Ну это слишком высший пилотаж, будем говорить так. По поводу аэродромов, получается, с какого момента они перешли в статус, типа заброшенных, ненужных? Когда это получается, последний самолет оттуда? В 95-м году отсюда. Последний самолет улетел, можно сказать. Отсюда улетел. Я последний, кто отсюда ушел. Я ушел отсюда в 97-м году, я был замкомандира базы противолодочного вооружения, мы использовали вот этот аэродром, этот ангар. И вот здесь сейчас разрушенные здания, это было все огорожено колючей проволокой двумя. Чем здесь можно заниматься? Ну а если устроиться на работу в Балтийск, проблематично. Потому что когда узнают, что мы с Балтийской косы, у нас иногда не ходит паром. Люди, которые здесь живут, они не чувствуют себя оторванными? Ну я вот уже более 30 лет здесь живу. Здесь у вас такое чувство, нет такого? Нет, нормально. Привыкли? Я уже, ну человек, он привыкает ко всему. Кстати, еще один факт, заметил, что есть много машин без номеров. Не, ну это, ну куда отсюда с косы ее тащить? Периодически чистят, приезжает ГИБДД с этими. А если у нас нет... А здесь какие-то структуры есть? Нету никаких. Наш участковый находится в Балтийске. Ну приезжает, если по требованию. Не знаю, опять же, насколько байка, если это миф, то вы сейчас его развеете. Я слышал раньше от местных жителей, что здесь якобы скрывались люди, судимые. Здесь сложно их было достать. Не знаю, я такой информацией не владею, мы все друг друга знаем. Поэтому, наверное, это и считается одним из самых загадочных, таких таинственных мест в нашей области. Потому что, может быть, он из-за того, что территориально оторван, многие придумывают вот эти вот байки. Вот типа как вот про подземные переходы всякие, про вот зэков гулящих. Поэтому все думают, о, ничего интересного. Здесь самые спокойные объекты у нас на косе. Выключишь камеру и кое-что покажешь. Буквально пару вопросов про это место, если вы здесь живете и знаете что-то про Балтийск. Живем здесь, но уже по ромке отходит. Классно ли здесь живется? Чувствуете ли вы себя оторванными от... Чувствуем оторванными. У нас проблемы с переправой всегда. Это очень сложно. Дети в школу пропускают. Место здесь уникальное, но в последнее время, из-за того, что у нас огромное количество туристов, они косу просто превратили ни во что. Пример хотя бы один. Пример? Вырубка леса раз. Рубят, пилят все что. Машины ставят где хотят. И загрязняют мусор огромное количество. Если хотите пройти, пройдите вот так вдоль побережья, там все увидите сколько мусора. Какие-то частные у нас появились там заграждения типа ржавый город какой-то. Вот вообще. Мы тут вообще столько лет прожили, первый раз поехали, увидели. Настроили там чего-то каких-то непонятных этих. Вообще здесь жить интересно. Но по инфраструктуре здесь... Школы нету. Да, но здесь сейчас спортивная школа у нас. Библиотека там. И дом детское творчество. То есть все в одном здании. Хотя бы это. Но самый главный минус, наверное, все-таки, как вы говорите, логистика. То, что все время... У нас нет первого парома, да, это однозначно. У меня муж работает по Светлогорскому. И то есть очень тяжело договариваться с работодателем. Угу. Потому что я практически не опаздываю 9 часам приезжать. Какой работодатель приходит? Раньше у нас паром был. В 6.21. При желании переехали бы отсюда? Нет. Была возможность? Нет. Нет, да. Слишком давно живем здесь. Сына у меня не хочет здесь. Как бы мне интересно. А нам, супругам интересно. Да, я люблю это место, если честно. Ни на какую фешенебельную квартиру в любой месте. Честно вам говорю. У нас летом вообще замечательно. Так что удачи. Посмотрите, у нас здесь очень много интересных мест есть. Вот и подходит выпуск к концу. И, собственно, наш паром тоже подплывает уже к причалу. Если понравился выпуск, подписывайтесь на канал. Пишите, куда приехать нам в следующий раз. И приглашайте в этом выпуске. Марина классно вообще просто пригласила. Показала, рассказала. Познакомила нас с очень классными людьми, которые были в выпуске. Все. Это был проект НЕСИТИ. Пока!